Всем здарова, дорогие друзья, с вами, как всегда, Ник, продолжаем играть в различные андроид-игрушки, и сегодня мы опять же ненадолго вернёмся с вами в Тегру. Собственно, что я хочу сегодня сделать? Я хочу наконец-то залутать ту локацию, которой я ещё не был, чисто побегать, пособирать лут, потому что мне нужна вода. Я не знаю, есть ли пустые бутылки или хотя бы сама вода на той локации, потому что я сделал себе на данный момент, сейчас я покажу, 5 шматков ткани, и эта ткань у нас, собственно, нужна нам для возвышения, ну не возвышения, как это называют, для медицинского стола следующего уровня. Ещё из неё можно из спирта делать стерильные бинты, но я хочу всё-таки делать, наверное, аптечки, потому что, хотя вот, блин, вода так редко, это, вот я не знаю, вот, допустим, где можно взять бутылки, потому что я фиг его знает, потому что не написано, где их можно найти, на какой из локаций они чаще всего встречаются. Я их иногда находил, но у меня хватило только на 5 бинтов, то есть 1 бинт стоит, получается, 3 бутылки, и эти бутылки, хрен, блин, найдёшь где. То есть за всю игру я собрал 12, ой, 15 бутылок, и, соответственно, смог скрафтить себе только 5 тканей. Я даже не могу улучшить верстак, хотя мне бы надо это сделать, чтобы делать аптечки, но даже после того, как я сделаю верстак и начну делать аптечки, мне на каждую аптечку будет уходить по 3 ткани, а это, грубо говоря, по 9 бутылок, и это дофига на самом деле. И я вот не знаю, как мне их сейчас фармить, поэтому я хочу попробовать зайти на локацию, посмотреть, сколько на ней можно будет налутать бутылочек. Собственно, я починил, как вы видите, всё оружие, ещё я сделал, получается, ещё я вам покажу, я сделал 6 листов стали, ну, соответственно, 5 тканей, сделал 6 слитков для, опять же, верстака, ещё, по-моему, я чё-то сделал ещё, но я забыл уже чё. А, я ещё сделал, короче, штуки для этого, 6 листов вот этого металла я сделал для непосредственно... То ли кровать я хотел сделать, то ли чё, я уже не помню. А, шкаф я хотел сделать, то есть мне нужно ещё 35 досок и 20 болтов. Если у меня есть болты, то можно будет сегодня сделать ещё, получается... Так, надо найти сейчас болты, посмотреть. Если у меня хватит болтов, либо я их найду, либо у меня они остались, мы ещё можем с вами по возможности сделать сегодня непосредственно шкаф. Я думаю, он будет ещё больше иметь слотов, чем даже укреплённый ящик. Ну, мне так кажется, я, конечно, не уверен, и у меня ещё досок нет, поэтому мне нужно будет... Я починил топор, мне нужно будет нафармить ещё немного дерева, мачете я буду использовать, чтобы убивать врагов ближнего боя, автомат, чтобы убивать врагов дальнего боя. И у меня, да, у меня хватает, в принципе, болтов, мне не хватает только досок. И для досок нужно дерево, с деревом у меня тоже проблема, поэтому надо будет сначала это всё добыть. Да, но это будет после того, как я изучу, собственно, новую локацию. И также я хотел ещё показать, что я чё-то сделал, но я забыл чё. Так, и ещё прежде, чем идти на локацию, нужно будет, конечно, похавать перед этим. Я, правда, не знаю, чё именно похавать. Давайте ягодами закинемся, потому что мы очень много ягод должны найти на локации, которые мы будем обыскивать. Поэтому все ягоды съем, заодно восстановлю себе энергию, которая мне понадобится для крафтов. И, соответственно, мне ещё надо показать вам... Блин, я не могу найти сундук, в котором... А, вот, у меня есть, короче, семь склянок с этой шнягой. То есть для того, чтобы сделать арматуру... Сейчас покажу вам. Так, ай. Вот, для того, чтобы нам сделать арматуру, мне нужно будет две склянки. Для того, чтобы сделать одну стальную банку, нужны четыре арматуры. То есть восемь склянок с кислотой. И, соответственно, дофига железа. Мне осталось найти только буквально два химиката, чтобы сделать последнюю кислоту. И, собственно, да. А, и ещё что я хотел сказать. Ещё, ещё, ещё. Ещё, ещё я хотел сказать... Блин, где эта штука? А, вот, да. Вот, и ещё я сделал, собственно, сорок семь спирта. На некоторое время мне этого хватит. Конечно, я так, чтобы она очень долгая. Но из спирта я смогу, опять же, делать... Растворитель. Не, не растворитель. Чё-то я мог из него делать. А, бинты я могу из него делать, соответственно. И чё-то ещё, вот я помню, я мог из него сделать. Но я чё-то забыл, чё именно. То есть я помню, что я чё-то мог ещё из него делать. Что мне было нужно? Интересно, а с помощью весла можно... Веслом вообще можно драться? Я думаю, что нет. Я думаю, что это просто типа такой предмет. Так, микросхемы нужны, куча всего. Вот эта штука нужна будет. Подожди, а чё для неё надо? А, какие-то чёрные кабеля. У меня таких ещё нету. Может, их можно крафтить? Да, вроде нет. Видимо, их придётся тоже находить. Собственно, да. Я так и не понял, как разбирать коробки с болтами. Если кто знает, скажите. Потому что написано, что их можно разбирать на верстаке второго уровня. Но я вижу здесь только болты за слитки. Я не вижу возможности разбирать именно коробки болтов на верстаке. Возможно, нужно именно верстак второго уровня. То есть верстак третьего уровня не подойдёт для этих задач. То есть нужно именно крафтить ещё один верстак, прокачивать его до второго уровня. Возможно, я это как-нибудь проверю. Если это реально так, то это наркомания. То есть ты просто улучшаешь верстак до третьего уровня. и всё, ты не можешь разбирать грёбаные болты, это смешно же. Причём у верстака я не вижу, чтобы была ещё одна ячейка под второй уровень, то есть у него вроде бы всё третьего, куда бы я не наводил свой целик, то есть если, допустим, на печи я навожу сюда печь домённая второго уровня, печь домённая третьего уровня, то есть я могу двумя слотами пользоваться на печи, в одном крафтить одно, в другом другое. Собственно, да, давайте мы, собственно, тогда ещё что-то я скрафтил, я забыл что, ну да ладно. Ещё мне нужно будет найти, короче, химикатов и начать уже производить резину. Для резины нам нужен, по-моему, растворитель, если я не ошибаюсь, да, растворитель, а для растворителя нужны ещё химикаты, то есть 4 химиката и 4 воды. Мне понадобится для того, чтобы сделать для 5 резины 2 растворителя, то есть это, опять же, достаточно долго ещё. А, я вспомнил, что ещё я хотел сказать. Короче, давайте мы пока выйдем в меню карты, и я покажу вам, собственно, что ещё здесь получил. Как здесь можно посмотреть? Да, вот, я получил, короче, бронированную куртку, потом я получу ещё один обрез, и старый обрез можно будет либо разобрать, либо перестать им пользоваться. Но обрез это, конечно, дело такое себе, не так, чтобы очень круто его использовать. Есть ли у меня где-нибудь квест на новой локации? Нет, нету. В общем, ну, не новая локация, это локация, которая изначально была доступна для всего, и здесь ещё можно найти железный топор, было бы неплохо. Я думаю, что железный топор здесь находится где-то в секретке, 100%, то есть нужно будет искать секретную локацию. Здесь достаточно мало энергии тратится на переход, поэтому поехали. Сегодня, короче, с вами буквально зачистим эту локацию, и я дальше пойду фармить ресурсы. Просто охота вместе с вами посмотреть новую локацию, заодно поискать секретки. Просто, знаете, если бы не новая лока, я бы просто пошёл один бродить по локации. Локация мы фармить ресурсы, но я хочу... Мне именно нужны бутылки с водой, и на других локациях они встречаются очень редко. Может, мне повезёт именно на этой локации, я найду бутылки с водой с большей вероятностью, скажем так. Здесь ещё можно будет набрать угля, но пока я не буду забивать этим инвентарь. Вот здесь должны быть, да, спавны противников более-менее серьёзных. Так, а зачем... Я просто хотел переключиться на оружие, а у меня он зачем-то убрал его в сундук. Кстати, в прошлый раз здесь не спавнились скелеты, здесь спавнились зомби. Неужели уровень локации ещё зависит от... Ещё и уровня противников. Ну, скелетов бить мачете, это такая себе идея, конечно. Так, мы получаем ткань, но ткани у меня до жопы, в принципе. То есть, мне нужны ещё пружины, кстати, для кровати, да. То есть, мне понадобится ещё сделать себе... Не знаю, получится ли у меня все споты врагов уничтожить на этой локации. То есть, всех врагов победить, потому что мне просто может не хватить прочности всего, что у меня есть. Но, если чё, я смогу там часть прочности восстановить через оружие. Вот здесь спавнится волчара. Почему два волка? Какого чёрта? Их никогда двое не спавнилось. И один из них почему-то чёрный, а второй белый. И они очень больно дамажат. Плюс они достаточно быстро бегают. Но благо, хотя бы волки легко раскладываются из автомата. Кстати, возможно, после глобального обновления они понерфили здоровье волков, потому что раньше волки были очень жирные. Раньше я бы их 100% с таким количеством патронов не убил бы. Мне пришлось прямо очень много. Ага, тут можно раскапывать ещё сокровища. Вот это прикольно они сделали. То есть, то, что на этой локе можно сокровища копать. Так, ну мне 100%, видимо, придётся чинить себе оружие. Там, где туман, это уже выход с локации. То есть, туда нам идти, собственно, не надо. Это будет просто телепорт. И вот эта вышка, она не настоящая была. По крайней мере, когда я первый раз играл в игру, она была не настоящая. Я что-то нашёл, по-моему, разве нет? Я, по-моему, нахожу какие-то... А, это шоколадка. А чё им инфо о шоколаде? Утоляет лёгкий голод. То есть, я могу, в принципе, восстановить энергию себе путём потребления ещё и шоколада. Это новый ресурс. Я его раньше не видел никогда. И вот, короче, здесь никогда ничего не было. То есть, тут нету входа на эту локацию. Здесь нечего лутать. И как бы такое себе. Также я хотел бы на этой локе ещё и... Да, видите, меня не пускает просто через этот туман. Здесь невидимая стена. Кстати, да, туман так забавно обрезается. Но здесь ещё очень много спотов противников, где они спавнятся. И вообще, сама по себе локация достаточно большая. Я вот не вижу грибов. Самое, что печальное. То есть, почти все рецепты делаются с помощью грибов. А этих самих грибов я не могу найти вообще. Так, это похоже на ещё один спот зомби. Но почему-то зомби здесь нет, зато есть сундук. Можно халяву лута набрать. Но лут здесь такой себе, знаете. Вот это вот точно уже здесь будут спавниться враги. Скорее всего, это будут... Нет, смотрите, это обычные зомби. Тогда я не вижу смысла тратить на них оружие. Мы их тогда просто с вами убьём через... Мачете, блин. Правда, здоровья нету, нифига. И бинтов у меня вообще не осталось. Так, пошёл нафиг. Так, ну у нас есть новый уровень. Хоть что-то неплохо, так и увернусь. Ладно, хотя бы жирные. Они хоть и толстые и по здоровью, но от них легко выращиваются. Они медленно бьют. И это на самом деле нам на руку. В идеале, конечно, залутать весь лут на этой локации. Но не знаю, хватит ли мне просто ресурсов оружия и брони. И всё в таком духе. Вот здесь тоже должны, по-моему, внутри заспавниться какие-то противники. Это волки, поэтому придётся использовать автомат. Да, вот минус волков, что они бьют тебя практически на любом расстоянии. Тебе нужно очень далеко от них держаться. Чтобы они тебя не задевали. С них, конечно, я крафчу шкуру, но я не знаю, что делать с этой шкурой. С неё ничего не крафтится толком. Плюс у меня почти разломан автомат. Возможно, сейчас придётся его за рекламу чинить. Ну, благо, здесь хотя бы есть сундук для того, чтобы залутаться. Надеюсь, там будут не только дерево и камни. Резина. О, железные слитки и спирт. Это отличный лут, на самом деле. Нам пригодится всё это. Я не удивлюсь, если здесь ещё какой-нибудь сейчас волк заспавнится на возвышенности. Но вроде бы нет. И мне бы хотелось найти топор железный, чтобы побольше дерева нарубить на этой локации. Когда мы зачистим её от противников. Достаточно много брусники можно лутать. Но я не нашёл ещё ни одного гриба. Я думаю, они здесь растут. Просто я слепо их не вижу. Они должны, по крайней мере, здесь расти. Так, и давайте я отвлекусь ненадолго. Потому что мне обязательно надо починить себе оружие. Ну и, соответственно, можно ещё с бинтами отхилиться. Да, по-моему, бинты, они не используются в крафте более крутых бинтов. Поэтому их можно спокойно использовать. Тем самым восстановить себе чуть-чуть здоровья. Ой, боже, простите. Так, давайте сортировочку врубим. У нас уже почти все злоты заполнились. Но если что, мы сможем сожрать шоколад. Выкинуть ягоды. Или сожрать их тоже, опять же. И восстановить таким образом себе ещё несколько слотов. Так, ну давайте мы, короче, починим сейчас автомат за рекламу. Собственно, я восстановил себе прочность. Насколько смог, у нас уже примерно 1,4 или 1,5 прочности не восстанавливает. Скоро нужно будет крафтить новый автомат. Но пока что, в принципе, и с этим нужно побегать. Здесь есть ещё две точки, по-моему, со спавном бандитов. Одна из них находится вот здесь, а вторая в бункере. Надо будет тоже сейчас зачистить их. Можно убить оленя, но я не хочу тратить на него ресурсы. Особенно патроны. Кстати, странно, что и здесь не заспаунились никаких бандосов. Не заспаунилось. Обычно они здесь спавнятся. Именно в своём лагере. Так, ну ладно. Здесь мы, в принципе, залутались. Я до сих пор не нашёл ни одного гриба. Это, конечно, немножко удручает. Так, здесь есть ещё один спот с противниками. Ой, это грёбаные сталкеры. Сталкеры больно бьют, но они очень тоненькие по хп. То есть буквально с двух ударов разваливаются. Соответственно, зомбаков лучше тратить, а ближнебойное оружие. Блин, толстяки, на самом деле, достаточно лёгкие противники. За них много опыта дают. Они сами разваливаются достаточно просто. С ближнего боя оружие. Ну, из них лута не так, чтобы много выпадает. Ладно, давайте заберём ещё один сундук с лутом. Ну, падают в основном такие, знаете, самые мусорные ресурсы. И самое, что печальное, я не нашёл пока... Так, какой-то непонятный карьер. Я не дивлюсь, если здесь будет какая-нибудь руда или камни. Ну да, здесь дерево, верёвки, ничего особенно полезного. И до сих пор я не нашёл ни одного гриба, на удивление. У меня почти кончились патроны для моего автомата. Блин, надо в голову стрелять по-хорошему. Я, видимо, уже усиленными какими-то патронами стреляю. Возможно, мне удастся накопить 50 пружин сегодня. И сделать себе непосредственно кровать. У меня уже хилки заканчиваются. Было бы неплохо найти что-нибудь, похилиться. Потому что пока что-то как-то печально с лутом у нас. Так, давайте... Но зато я нашёл новые кабели для крафта, опять же, какой-то полезной шняги. Давайте мы шоколадку заховаем, чтобы слот освободить себе в инвентаре. И, возможно... Возможно, мне стоит подхилиться. Я, наверное, возьму и посмотрю рекламу подхилиться. Чтобы, так, знаете, не отлететь случайно. Я, кстати, думал, мне дадут аптечку, если я посмотрю рекламу. Но они просто мне восстановили здоровье. Окей. Блин, ну мне неохота тратить прочность оружия на волка. Ну, то есть автомат. Потому что здесь ещё будет точка с спавном... Здесь будет точка со спавном бандитов. Поэтому у меня пока достаточно брони, чтобы танчить волка. Я, наверное, его всё-таки через мачете завалю. Потому что мне нужны будут патроны, чтобы разбираться с бандитами. Иначе, если я буду бороться с ними оружием ближнего боя, я просто... Потеряю очень много здоровья. И очень много прочности брони. Так, ещё один спот со спавном противников. Угу. Здесь, видимо, нужно будет решить какую-то головоломку. Потому что противники вроде особо не... А нет, смотрите, заспавнились всё-таки. Блин, не успел я его завалить до того, как он меня ударил. Да, у меня мачете ломается. Это не очень хорошо. Блин, я думал, я успею его добить. О, они ещё и травмы наносят. Это что за ушиб ещё, блин, мать твою? А, снижение... Ну, фигня, короче. Я думал, это будет что-то более-менее опасное. А это просто небольшой ошиб. И мне надо опять подхилиться и заодно починить мачете. Так, короче, я починил, но это мне стоило, блин, офигеть, сколько времени. Потому что я посмотрел пять реклам. И ни за одну из них мне не дали, короче. Не восстановили энергию. Так, тут ягоды есть, надо взять. В общем-то, что я хотел сделать. Здесь, как я понимаю, нужно будет зачистить четыре волны врагов. И, соответственно, получить какую-то награду. Или сколько тут у нас? Три. Три волны врагов. То есть, окей. Ладно, давайте попробуем. Блин, скелеты, на которых у меня нету, блин, оружия. Ну, то есть, нету... Ну, ты будешь бить его, а, народ? Ну, конечно же, ещё и оружие говна. Да ты будешь его бить. Господи, он стоит в этом сундуке, я не могу из-за этого по нему попасть. Алло, игра. Ты будешь бить, пожалуйста, игра. Я не понимаю, он не бьёт его, он просто его не бьёт. Я не могу тратить больше патронов. Мне нужны патроны на бандитов. Так, ещё пружины. Собственно, вторая волна была зачищена. И мне опять придёт, смотри, рекламу, чтобы восстановить себе здоровье. Потому что иначе меня просто убьют на следующей волне. Так, собственно, я тут ткань ещё не залутал. Собственно, мне осталось последнюю волну зачистить. Наверное, она будет самая жёсткая. Не знаю, хватит ли мне ресурсов вообще в целом. Кто это такие, блин, мать твою? Это маги. Короче, знаете, чё мне, видимо, придётся делать? Мне придётся сейчас хилиться и, соответственно, получать себе патроны за рекламу. Я не знаю, успею ли я сейчас восстановить здоровье, потому что у меня 301 хп, но я постараюсь. Короче, я успел отхилиться, и мне 4 патрона хватило, чтобы убить ещё одного мага. И мне сейчас надо, в принципе, только от лучника избавиться. И это, вроде, последний противник. О, боже, да, наконец-то я получаю от сундуки. Надеюсь, в этом сундуке будет реально что-то крутое, потому что мне пришлось зачистить 3 жёсткие волны, особенно последняя была вообще капец. Они там, эти маги, мне столь... Серьёзно, и вот ради этого я зачищал столько зомби. Понимаю, понимаю, игра. И у меня ещё и хила сейчас не особо много. Я, кстати, заметил, что у меня улучшенные патроны не отображались, как это. И сейчас, вы смотрите, в этом сундуке будет гораздо более крутой лут, чем был в прошлом. Ну ладно, тоже фигня. Ладно, неважно. Я вижу, там сундук, кстати, есть. И кто-нибудь его охраняет? Ну, конечно. Конечно же его охраняют, но как же без этого? Блин, я люблю сталкеров. Они хоть и много урона наносят, но они абсолютно безобидны в плане атаки. Так, пошёл нахрен. Самое обидное, что я в итоге на этой локации так и не нашёл ни одной бутылки воды. Так, давайте мы ещё заберём лута. Так, у нас есть лёгкий голод, но это не проблема. Мы можем сожрать ягоды. Давайте мы максимальное количество ягод сожрём, сколько возможно. Заодно в основном голод и энергию. Так, теперь нам надо, короче, разобраться с бункером. Проблема в том, что этот бункер ещё как-то надо найти. Потому что я фиг его знает, где он находится, и тут скелеты, мать твоё. А у меня уже патронов нету, чтобы с ними разбираться. Там слиток, кстати, из него выпал. Круто. Почему лучники по прочности такие же, как чуваки с этим? Так, я чуть не сдохну, это не страшно, потому что я смогу сейчас за рекламку отхилиться, в принципе, как вариант. Мне бы ещё только... Сейчас главное, чтобы на меня никто не напал. А я был вон в том домике, я чё-то не припомню этого. И сейчас опять я сделаю перерыв на рекламу в очередной раз, господи. Как же меня задалбывает постоянно смотреть рекламу в этой игре на протяжении лутания. Ладно, сейчас вернусь. Короче, худо-бедно починял я себе оружие, восстановил себе здоровье. И, собственно, теперь я могу снова немножко полутать. Собственно, чё я бы хотел сделать? Я не могу всё время найти бункер. Я помню точно, что на этой локации где-то есть какой-то типа бункер, и в этом бункере можно нормально так налутать бандосов. А бандосы, они дают более редкий лут. То есть у них можно найти, к тому же, и водичку. А, вот бункер, господи, он был прям посредине карты, я всё время его... Или это не бункер, это шахта? По-моему, это бункер, если я не ошибаюсь. Да, и вот здесь должны быть бандиты. Но это не бункер, это типа карьер какой-то, я не знаю. На них мы уже будем использовать последние наши патроны автомата. Конечно, на всех не хватит патронов. Последних придётся дорезать с помощью... Какого чёрта, какие зомби? Алё! Почему зомби вместе с бандитами заодно? Я чё-то не понял, ни хрена это. Так, ну вроде бы я от всех избавился. Получил слитки. О, стерильные бинты, я могу похилиться нормально. Наконец-то, господи, давайте используем. Хотя, возможно, стерильные бинты стоило оставить на птичке. Я только сейчас чё-то об этом подумал. Но, может быть, хотя бы бандосы будут бутылки с водой хранять, я не знаю. Не, нифига подобного. Опять же, мусорный лут достаточно. Может быть, здесь будет? Ну, хотя бы два сундука. И за зомби дали, и за бандосов дали. Так, у меня уже не лезет лут. Мне нужно будет сейчас от чего-то избавиться. А нет, не придётся. У меня объединились фрагменты лута. Ещё и сундук дали. Может быть, здесь будут бутылки с водой всё-таки, я не знаю. Нет, здесь тоже мусорный лут. Блин, на этой локации нет смысла идти за бутылками. Потому что ты просто не получаешь бутылки с водой. Наверняка здесь есть какие-то секреты. Просто я не знаю, где именно. Но добывать, допустим, тоже дерево и прочие луты у меня уже места нету. Хотя я и взял с собой кирку и топор на полностью подчинённое, но тем не менее. Наверняка где-то есть ещё какой-нибудь один спот с сундуком хотя бы. И я смогу здесь залутать чё-нибудь ещё. Также я могу, в принципе, набрать себе ягод. Правда, чё мне с этими ягодами делать, кроме как восстанавливать энергию, которой у меня, в принципе, ещё более-менее достаточно. Мне кажется, я уже почти все споты в этом лесу залутал на максимум. То есть почти всех анигилировал, кто был в лесу. Патронов у меня нифига нет. Но я могу на крайний случай, если будут какие-то серьёзные противники, допустим, восстановить себе... Похоже на растяжку, но это просто глюк текстур. Окей. По-моему, я либо почти весь лут в этом лесу залутал, либо весь. Вообще, учитывая, сколько времени я потратил на просмотр рекламы и так далее и тому подобное, лучше здесь ещё раз всё внимательно обойти. Может быть, я всё-таки упускаю какие-то моменты. Ну вот, допустим, ещё один куст ягод я нашёл. Окей. Ну, ягода это такой себе лут. Я бы хотел чё-то более весомое. Я вроде бы изучил локацию, вроде бы кучу всего добыл, но потратил я слишком много ресурсов на это, на всё. То есть и хпшки у меня, бинтов я нормальное количество не налутал, только один бинт всего нашёл на всей локации. И воды я не нашёл нифига, короче. То есть придётся, видимо, по другим локациям шариться за водой. Пытаться её найти, буквально по одной бутылочке собирать, там по две, по три. И затем сделать верстак себе, уже сделать аптечек, я не знаю. Пока что всё достаточно грустно. И чё мы можем, в принципе, сделать? У нас даже нет места под дерево, я же не говорю про остальной какой-то лут. Здесь мы тоже уже всех убили. Кстати, тут можно приготовить еды. Тут костёр стоит халявный. Вот можно вот таким образом себе добить стак дерева до сорока. Ну, чтобы было ровно два стака. Ну, видите, у меня уже не хватает лута на какие-то более полезные штуки. Хотя я нашёл вот эту вот шнягу и нашёл ещё штуки для спирта. И нашёл кабели для, опять же, крафта каких-то других штук. То есть, опять же, для вот этих, по-моему, сборки проводов. Как раз нужны чёрные провода. Почти полностью сломал себе фул починенное практически полностью снаряжение. То есть, броню. Придётся потом заново смотреть рекламу и всё это восстанавливать. Ну, вроде бы я уже, блин, 3-4 раза бежал здесь. И я ничего особо найти не могу. Можно, конечно, оленей поубивать, в принципе, теоретически. И нафармить себе ещё стаки шкуры и мясо. Да твою мать, вы меня напугали. Так, мне нужны патроны. Так, я надеюсь, мне патронов 20 хватит, чтобы... Так, короче, в чём проблема? Я посмотрю рекламу, чтобы восстановить себе патроны. Но проблема в том, что у меня нету места в инвентаре. И поэтому эти патроны, они не добавляются в инвентарь. Они даже не выпадают на землю. И в итоге я не могу убедить их волков. Да и на самом деле мне с ними сражаться особого смысла нет. Из них падает шкура до мяса. А мне это всё не особо интересно. Ну, наверняка они вот так вот просто от меня не отстанут. Мне придётся от них бегать всё время. И спокойно лутать локацию дальше я не смогу. Да, видите, они не отстают. Они бегают за мной по всей карте. Я могу их, конечно, типа, с вредом для здоровья и для моей брони завалить. Но в этом нету абсолютно никакого смысла. Опять же, повторяю, если у них только мясо и шкуры упадут, они мне не нужны. Да, эти волки, их там уже три штуки. Откуда их три штуки? Или их вообще четверо? А, их четверо. А, ну, видимо, ещё один спот волков. Мне кажется, тут если ты, типа, долго задерживаешься на одной локации, начинают спавниться волки. Потому что я уже пробегал через те места, там не было этих волков. И тут вдруг они вдруг снова появились. И их становится всё больше и больше. Мне кажется, чем дольше я нахожусь на локации, тем больше спавнится врагов. Это, типа, как такая штука, типа, не задерживайтесь здесь надолго, бла-бла-бла. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, кроме волков, здесь больше вроде бы ничего не осталось, я все собрал. Удивительно, что я не нашел ни одного гриба во всем лесу. И как мне тогда делать себе еду, опять же, качественную, непонятно. Потому что ты просто не можешь никаким образом получить грибы. На стартовой локации все грибы кончились, на других локациях их просто нет. Возможно, в ферме будет какой-то спаун грибов, я точно не уверен. Ладно, короче, нам здесь делать нечего, давайте возвращаться домой. Я стелепортируюсь, потому что могу, у меня много жетонов. Ну и, короче, выложим сейчас весь лут, посмотрим, что мы по итогу налутали. Ну, дерево мы нормально так налутали, сможем досок себе сделать, и, возможно, кровать, и шкаф. Может быть, я даже их сегодня сейчас сделаю, то есть в этой серии. Подорожника немного нашел для аптечек, опять же. Слитков нашел тоже, как вариант. Хоть что-то полезное мы нашли все-таки. Ну, а это явно не стоит того, чтобы на эту локацию, там, знаете, часто приходить. Чисто разве что за деревом, чтобы его не лутать таким образом. У нас уже даже стаки этого закончились. Так, давайте выложим тогда вот эту шнягу. Вау, какой звук был громкий. Так, сюда можно будет выложить сейчас эти патроны. Так, ну, сюда мне нечего выкладывать. Здесь у нас получается... Так, не то. Я хотел ящик. Здесь металли, болты всякие можно скинуть. Сюда можно... Вот эти штуки почему-то не соединяются вместе. То есть, это, конечно, печально. Так, ну, вроде бы, теперь осталось только выложить. Так, гвоздей у меня больше нету, как я понимаю. Здесь, получается, у нас все забито. А сколько у нас пружин с вами? 59. Я уже могу, в принципе, сделать кровать. И на кровати можно восстанавливать какие-то показатели. Меня вот интересуют именно какие. Сейчас я еще скину эту гребаную... Как его? Провода? Куда-нибудь. Я думаю, дерева мне уже, в принципе, хватит, чтобы скрафтить себе этот. Да. Ну, и давайте улучшенные провода ягоды скинем с вами, вот, допустим, в этот сундук. Потому что у нас все остальное место закончилось. Как раз мы сейчас можем попробовать сделать себе ящик, шкаф и, соответственно, еще этот... Кровать. Я бы хотел, в первую очередь, кровать сделать. Но я помню, что кровать, она требует еще каких-то ресурсов, которых у меня нету, которые мне нужно докрафтить. А нет, в принципе, тут все есть. То есть, мне нужны доски, пружины и болты. Так, давайте мы поищем, собственно, доски, пружины и болты. Так, здесь у нас... Подожди, что еще требуется для кровати? Доски, пружины, болты. Больше ничего, окей. Так, мне нужно взять, собственно, свои пружины, которых я нафармил уже достаточно. Также мне нужно взять доски. Так, здесь досок нету. Здесь тоже лута, в принципе, НМА. Вот доски есть, часть. Ну, мне кажется, у меня только 18 досок, остальные придется крафтить из ресурсов различных. Кстати, еще можно убрать себе автомат. То есть, у нас патронов все равно на него ноль, поэтому он нам пока не пригодится. Я его выкину в ящик. Так, вот болты. Если так подумать, сколько болтов понадобится для кровати? 24, а для шкафа 20. То есть, мне нужно будет сделать еще 4 болта. Так, ну и все, что мне осталось найти, это, в принципе, эти... Сделать досок себе. Надо посмотреть, сколько требуется для досок, собственно, дерево. Для одной доски 3 дерева, вы что, издеваетесь? Нам придется очень много дерева потратить, возможно, даже еще добыть. Но давайте мы соберем все дерево, которое у нас есть. У нас, по-моему, 2 стака полных, и еще 7 есть в запасе. Не знаю, хватит ли нам для крафта хотя бы одного из вещей, но в первую очередь, конечно, хотелось бы сделать себе все-таки... ...кровать. Так, подождите, где у меня еще один стак досок? Я помню, у меня были... Не досок, точнее, дерево. Но у меня на этой локации еще есть дерево, плюс я могу в лес снова сбегать, просто ни с кем не драться, а чисто добыть там дерево, если че. Так, ну, если так посмотреть, то нам нужно, получается... Так, здесь нам надо еще 17 досок, да, 17. И помимо этого еще надо будет доски на... ...стол еще 30, то есть 47. Это многое. Мне не хватит дерева, 100%. Плюс она очень долго крафтится. Да, я целый час буду ждать просто, когда скрафтится только одна часть досок. А давайте мы с вами сделаем просто кровать, а со шкафом я уже, допустим, в следующей серии что-нибудь реализую. Либо можно, конечно, побегать, еще сейчас оставшиеся деревья срубить на этой локации, которая у нас еще здесь есть. О, офигеть, я нашел дерево, которое я не собрал. Может, даже я грибы найду здесь какие-нибудь. Вообще, в идеале, конечно, чтобы здесь было достаточно дерева, чтобы мне скрафтить еще, получается... Так, это дерево я не могу срубить, да. К сожалению, оно текстуровое. Сюда я тоже пройти не могу, никакого секрета здесь особо нету. Может быть, на этой локации все-таки хватит дерева, чтобы себе... Эх, не могу залезть наверх, там просто еще 2-3 дерева растет. Но, видимо, нам их не судьба собрать. Блин, было бы прикольно, если бы эту могилу можно было разрыть с помощью лопаты. Ну нет, смотрите, здесь еще достаточно дерева, то есть, возможно, мне хватит даже на строительство этой шняги. Может, я даже возьму сейчас и ударюсь в бешеный просмотр рекламы, чтобы сразу скрафтить себе и топор... Ой, точнее, не топор, как она называется, и кровать, и шкаф. Я бы хотел построить сегодня, так сказать, хоть какую-то цель, мини-цель реализовать и докрафтить штуки. Это только в том случае, если мне хватит дерева на все вещи. Так, еще можно попробовать пройти сюда, посмотреть, здесь я все срубил или нет. По-моему, все. Так, это дерево не настоящее. Ну и в итоге у меня дополнительно еще 33 дерева, не знаю, хватит, не хватит. Плюс, вон, видите, еще деревья здесь растут. То дерево, по-моему, текстурное, а это дерево... Тоже текстурное. До тех деревьев мне не дойти. Здесь у нас ничего нету. На крайняк, конечно, реально можно в лес бежать и там нафармить древесины. Так, ну и давайте я сейчас тогда ударюсь, короче, в просмотр рекламы и вернусь к вам, когда сделаю все доски. Так. О, боже, посмотрел я миллион рекламы, нафармил себе 50 досок и сейчас я могу непосредственно уже скрафтить, получается, себе кровать. Наконец-то, господи. Это было мучительно долго, честно сказать. Так, крафт завершен. Давайте мы поставим нашу кровать тогда сейчас и посмотрим, что она вообще в целом делает. Так, кровать, мебель, кровать. Я хочу ее поставить. Ну, давай вот сюда, прям посередине. И что я могу делать с помощью кровати? Ну, я типа поспал, окей. Эм... А что мне даст кровать? То есть, она восстановит мое здоровье или восстановит противников на локации или лут? Я даже не знаю, что именно она сделает. Плюс 20 энергии и получаем еще баф регенерации энергии каждые на 4, каждые 4 секунды. А, то есть, я по 20 получаю на протяжении определенного времени. И это единственное, что делает кровать, а что она использует? Голод, может, у меня повышается. Я черт его знает. Так, и мне теперь осталось скрафтить только себе непосредственно шкаф. Для шкафа нужно еще 35 досок. А 35 досок, это, по сути, 4 стака древесины. И плюс мне нужно сделать еще 4 болта для крафта. Так, ну, болты я могу, в принципе, сделать из листов железа. Мне нужно 4 болта. Это 4 листа железа. Так, сейчас я быстренько закину их. Так, они именно из листов делаются, да? А есть ли у меня вообще листы? Я надеюсь, что есть, и мне не придется сейчас скрафтить сначала листы, а потом еще и железо. По-моему, у меня было немножко листов. Я, конечно, не уверен, но, по-моему, были. Так, и я бы хотел еще немножко похавать раз такие пироги. Так, я не слепой, я не пропустил же железо. Вроде бы здесь его нигде нету. Да, вот железо. Я не знаю, хватит ли мне для 4 болтов. А, не, подождите, болты требуют слитки. Ну, благо слитки у меня тоже были, хотя я хотел их оставить на крафт чего-то там. Так, подождите, что требует у нас шкаф? Да, мне нужно 4. Я еще хотел что-то там за 4 слитка сделать, но я не помню, что. Давайте мы 4 болта сделаем, если что я просто смогу. А, тут по 2 болта сразу крафтится, то есть нечего 4 слитка. Нужно потратить, и часть еще останется. Так, и мне, получается, надо где-то 3 стака дерева себе заиметь в целом, чтобы мне хватило на всякие вещи. Так, я бы хотел что-нибудь похавать. Где у меня ягоды лежат? Я помню, что у меня было достаточно до жопы ягод. А так, по сути, болты есть, эти штуки будут, и дерево только осталось найти. Ну, именно доски. Блин, где мои ягоды? Я же... У меня же их было дофигища вообще. Так, здесь их нету. И, знаете, я подумал, можно скрафтить себе попросту дешевых топоров, две штуки, и с помощью них нафармить дерево. То есть мне, по сути... А, блин, они требуют как раз-таки еще и дерево. Ну, ладно, ничего не поделаешь. Давайте мы просто возьмем себе... Сделаем дофига говна. То есть я просто сделаю сейчас себе три самых дерьмовых топора. Так, выложим остатки. Металла и... Пружины мне тоже не нужны. Так, подождите. Какого черта я сделал только два топора? Я же их три хотел сделать. Так, давай еще топор. Вот, теперь выкладываем. Так, это мне пригодится. Листы металла мне не нужны. Их можно скинуть. Блин, жалко, кровать не восстанавливает здоровье. Сразу топор в панель. Так, ну и, собственно, мне осталось для непосредственно три доски делаются из... Ой, и одна доска делается из трех дерева. То есть мне, по сути, понадобится 35 умножить на 3. Это получается 70. 70 плюс 35. 105 дерева. Да, мне нужно 105 дерева, чтобы скрафтить себе ящик. Это достаточно много придется фармить. А погнали пофармим немножко. Да, телепортами я не могу, к сожалению, воспользоваться. Поэтому будем бежать. Но тут 8 секунд всего бежать. Я надеюсь, противники не будут на меня спавниться, пока я буду добывать дерево. Потому что неохота еще с ними разбираться, когда у меня особо оружия нету. Будем максимально споты с врагами по возможности избегать. Надеюсь, волки, кстати, уже не будут агриться на этой локе. Блин, я пожрать забыл, и я такие агоды и не нашел. Ну ладно, приду домой, там поем. Плюс еще опыт, кстати, качаем. Пожалуйста, волки, не трогайте меня, пока я рублю дерево. Очень увлекательно, конечно, я понимаю, но мне нужно дерево. Так, убрать, сразу же удалить. Экипируем новый топор. Ну, гребаные волки, ну вот... Надо же было вам заспавниться все-таки. А у меня с собой никакого оружия еще и нету. Еще и куртку сломали мне, твари. Ни хрена с ним он меня подкинул. Да сдохни ты уже, господи. Так, секунду, мне надо срочно подхилиться. Мне кажется, здесь реально волки спавнятся просто через определенный промежуток времени. Такое ощущение. Сейчас 100% еще на одну пачку нарвусь. О, сундук лежит. Да вот не может быть такого, чтобы этот сундук никто не охранял. Так, мне нету сейчас резона сражаться с кем-то. Даже ради сундука. Да. Вроде рядом с этим домиком не должно быть противников. Если, конечно, они не обновились. Блин, боюсь подходить близко к точке спавна противников. Хоть я и там все зачистил уже, но они могут заново появиться. Только не волки, пожалуйста. Так, у меня уже вроде хватает дерева. Я хочу доломать топор. Чтобы его потом с собой нигде не таскать. Так, все отлично. Можно его теперь убрать. Убираем топор. Затем удаляем топор. Полностью в хламину все сломано у меня, как обычно. И знаете, помните, там у лагеря была коробка. Может, мне быстренько попробовать ее залутать. Так, все, досвидули. Да, этих зомби мне смысла убивать нету, чисто ради опыта только. А, ну тут волк прибежал, ясно. Все, я сделал то, что я хотел, я получил уровень. Теперь можно сваливать отсюда нафиг. Домой, пожалуйста, мне. О, господи, я чуть не сдох. Ладно. Но я добыл нужное количество дерева. Теперь мне нужно просто сделать 35 досок. О, боже мой. Эти 35 досок я буду крафтить целую вечность. Так, они у нас крафтятся, по-моему, на верстаке. Тут еще болты крафтятся, понимаю. Короче, давайте я сейчас, собственно, буду смотреть рекламу. Посмотрю, сделаю 35 досок, доделаю болты. И, собственно, вернусь к вам. О, боже мой. Как же мне это задолбало. Ладно, я сделал, короче, 35 досок. И теперь я могу скрафтить, наконец-то, себе гребаный ящик. Так, инвентарь, крафт, получается, шкаф. Все, есть ровно вещи для строительства шкафа. И теперь я могу его куда-то поставить. И у меня будет дополнительный, так сказать, контейнер. Так, можно мне, пожалуйста, его поставить, наверное. Да, блин, ты задолбал. Я не ту кнопку нажимаю. Так, мебель. Подожди, что там было за... А, тут можно, типа, повышать уровень. Я понял тебя. А если, допустим, я хочу повысить уровень кровати? Не, я могу только уровень фундамента повышать. Даже уровень этого нельзя повышать. Ящиков и кровати. Ладно, в общем-то, что я хотел сделать? Я хотел поставить себе шкаф. Желательно бы его поставить куда-нибудь рядом с кроватью. Но, к сожалению... А, нет, смотрите, влезает. Окей. Во, теперь у нас есть шкаф с вами. Я надеюсь, там миллион слотов. Подожди. Ты прикалываешься? То есть я скрафтил шкаф просто для того, чтобы он стоял? И он даже не используется как ящик? Переодеться и сложить вещи. Я не могу не переодеться, не сложить вещи. Для чего я крафтил грёбанный шкаф? Просто чтобы на него смотреть или чё? Они даже не написали, что это является декорацией. Давайте ещё раз посмотрим. Шкаф. Переодеться и сложить вещи. Не показывается. И, допустим, взять ещё, допустим, кровать тоже. Передохнуть после долгих путешествий. Передохнуть, окей. Типа, это работает. Восстановление энергии есть. Правда, я не знаю нафиг, но типа, ладно, пусть будет. Но шкаф серьёзно, он абсолютно ничего не делает. Это абсолютно бесполезная постройка. Я на него тратил кучу ресурсов. И в итоге это абсолютно бесполезная вещь, которая ничего не делает. Алё, игра. Окей. Так, кстати, мне надо поесть. Я не ел всё это время. Вот было бы сейчас прикольно умереть от голода. Так, где мои грёбаные ягоды? Ну вот, есть 31 ягода. Заодно восстановим энергию нашему персонажу при поедании. Давай, жри всё. Окей. Вроде бы восстановили себе здоровье. Так, что у нас есть ещё некоторые луты, которые можно скинуть. Лишнее дерево осталось. Так, гвоздь здесь. Сюда сразу камень. Камень я не дам. Так, мясо у меня, по-моему, было в каком-то из сундуков. Так, секунду. Сюда можно сложить дерево, стак. Так, сюда ещё один стак дерева. Так, и осталось только найти ещё, куда сложить мясо и непосредственно шкуры. Где-то у меня были эти вещи. Да, вот здесь шкуры и стак мяса тоже где-то должен быть. Вот, оставшееся мясо. Ну и, в принципе, на этом всё. Это единственное, что у меня осталось. Полностью сломанная мачете. Кирка-топор. Полностью поломанная броня. За исключением ботинок, которые почему-то не ломались. В отличие от всего другого магия. И, собственно, скорее всего, просто баги. И мы не нашли ни одной бутылки. Поэтому мы не можем с вами сделать стол. К сожалению, пока что второго уровня медицинский. И, соответственно, о резине тоже никакой речи не идёт. Я вот тут, кстати, знаете, подумал. А что если я, допустим, буду брать оружие, да, какое-нибудь без патронов. Затем смотреть рекламу, получать 20 патронов. Затем эти 20 патронов складывать в соседний ящик. Затем снова смотреть рекламу. Я смогу так нафармить себе, к примеру, не знаю, там 400-600 патронов. Чтобы потом легонько бегать и типа разуплотнять всё живое. Но следующая серия, я думаю, выйдет уже не скоро. Потому что мне нужно будет, во-первых, всё починить. Это миллион рекламы посмотреть или ресурсов потратить. Найти воду, прокачать верстак, сделать бинты, сделать патроны, найти патроны, сделать себе слиток, сделать арматуру. Короче, всё это я буду делать очень долго. И буду путешествовать под ним и тем же локациям в надежде найти бутылки непосредственно химию. Выполнять те же самые квесты, которые я уже проходил на запись. Поэтому некоторое время я ещё не буду записывать точно видосы по этой игре. И увижусь с вами уже, когда добьюсь какого-то прогресса в этой игре. Не знаю, перестану фармить просто бесконечно одни и те же локации с одной и той же целью. Поэтому, да, на этом пока я буду заканчивать. Собственно, увидимся с вами, не знаю, минимум через 2-3 дня, когда я уже сделаю все самые необходимые вещи. И смогу чем-то новым вас... показать вам что-то новое в этой игре. В общем-то, на этом пока что всё. Буду дальше фармить. А на этом с вами был Ник. Удачи, до скорых встреч. Мы ещё обязательно увидимся. А на этом пока что всё. И пока-пока.